Как я уже сказал, на прошлом стриме была пройдена версия Семейки Адамс на Мастер Систем. Давайте посмотрим, что из себя игра представляет на геймбое. Семейка Адамс, 91-й год, Paramount Pictures, все права зарезервированы. Нажмите старт, чтобы начать. По-моему здесь есть заставка, сейчас посмотрим. Семейка Адамс была на грани выселения. Последний неприятный момент, который с ними случился, был у них в доме. Им пришлось сохранить их от Тули Альфреда, семейного адвоката, который позарился на семейное сокровище. Семейка Адамс возвращалась домой, чтобы образумить его. Но, когда Гомес вернулся домой, дом уже был без его семейных сожителей. Теперь только от тебя зависит, сможет ли Гомес спасти свою семью, сохранить ценности, сокровища заработанные и непосредственно здание свой дом. Тули Альфред позарился, типа, на особняк семейки Адамс. То есть уже сюжет гораздо сильно отличается от версии на Мастер Систем. Здесь нам не надо никакой миллион собирать, чтобы спасти Мартишу. Здесь сюжет отличается. Здесь нам надо спасти семью от обезумевшего адвоката, который хотел все богатство семейки Адамс себе присудить. Здесь, кстати, оружие заканчивается, надо поаккуратней. Надо во время перехода на картинку с челленджем рекламу включать всем через Твич. Не Зиндой, я подобными вещами не буду заниматься. Спасибо за предложение, но... Давай уже оставим так, как есть. Не будем ничего менять сильно. Единственное, что я планирую, это вывести пульс. Вот пульс мне не помешает. Для хоррор игр, для каких-то челленджей сложных. Пока вот этот вопрос остается открытым. У Гомеса здесь, конечно, вид такой... Очень провокационный. Можешь шейдеры накатить, тогда будет выглядеть как оригинальный. Нет, дед, уже никакие изменения не буду делать. Играем как есть. Первый босс смерть. Это поворот. Так, аккуратно. Музыка классная на боссе, кстати. Спасибо, отец. Мне уже начало нравиться здесь. Вот тебе клюшка для гольфа. А еще я надеюсь, что ты умеешь плавать. На смс получается сюжет как на Несс? Да, Ачпель, сюжет как на Несс. На Несс, на Мастер Систем и на Геймгир сюжет это собрать миллион долларов. Ну, то есть выкуп на Мартишу. Собрать в особняке, ну и в округе миллион долларов. И спасти Мартишу от страшной участи. Помните, где она лежала, там стена с шипами хотела опуститься. Вот это сюжет трех консолей. На Геймбой, как видите, сюжет совсем другой. И возможно только в этой версии такой сюжет. Я еще не запускал версии на Дженесис, на Супер Нинтендо. Блин, у меня почти все оружие закончилось, офигеть. Надо поглядывать на оружие постоянно. Искать пополнялки. Если оружие кончится, придется пацифистам прорываться. Здоровье в сердцах изображено. Вообще забавно, что Гоми с какими-то ножами кидается. Четыре года, четвертый год сопротивляется, да, Димана? Еще четыре будут сопротивляться. Димана, если что, можно на какие-то... Знаковые стримы ставить. Черно-белый фильтр. Например, чисто по геймбою. О, здесь еще пополнялка есть, отлично. Гомеза настолько по-разному везде рисуют. Да, есть такое. А я не знаю, Мкол, может художник разный был. Так, ну что-то очень много оружия трачу, ну ладно. О, большое сердце, отлично. Так, тут есть еще какая-то лесная локация, но она, по-моему, не обязательно. Ладно, давайте посмотрим, что здесь есть. Да, Дипвульф, дизайн у Гомеза здесь, конечно, очень своеобразный. Я бы даже сказал, в какой-то степени провокационный. Мелкие птеродактили летают очень в тему. Яй-яй, кусаются. Дейл, привет. Зелье, по-моему, полностью исполняет. Большое сердце, либо одно, либо два сердца. Но не фулл хп, насколько помню. Какой-то бульон кипящий. Дальше пройти только с блоками можно, которых у меня пока нет. Насколько помню, это какая-то необязательная локация. Зашел погулять, здесь чисто лес показать, что... С левой стороны у нас кладбище, а с правой лес. Вообще, лесную локацию любили в семейке Адам сделать. Ну, вроде как она нам не нужна. Погнали в особняк. Фамильные портреты. Странно, что Фестер был первым изображен на выходе. Призраки летают, ладно. А Steam Hearts, надеюсь, не пропустил? Нет, Дейл, пока не было. Я обязательно найду повод как-нибудь предупредить тебя, как только доберусь до него. Блин, какие мыши подлые, вот прям четко наводятся. Так, что-то комната какая-то. Да, Сэн, три Адамса. Гомес какой-то страшный, но вот таким нарисовали в этой версии. В кино он кидался ножами во время танца. То есть, очепель ножи здесь не просто так добавили. Забавно, когда он на них наступает, прикольное выражение лица становится. Ой-ой-ой, чуть не свалился в кипящий бульон, или что там было? Куда я иду, фиг его знает. Зелье ускорения подобрал. Блин, опасные локации напряженные. Куда ты пришел? Блин, даже не заметил, что он прям возле меня остановился. Четыре жизни есть, и, кстати, не факт, что их можно пополнять каким-то образом. Посмотрел Проху, Фусет Амор, не понял, что там такого. Тема не раскрыта. Сэйн, ты проигру на PC Engine CD, которую имеешь ввиду? Блин, какой наглый босс. Ладно, как-то забил. Нормально он меня так зажал. Что с тобой, Гомес? Мне начало нравиться здесь. Вот тебе горящий уголь. Короче, бабушку спасли. Какими-то пирожками наградила. Таня с мартишей, Гомеса шикарен. Да, прикольно выглядел. Так, у меня полное оружие. Бабка дала какое-то дополнительное оружие. Ладно, может где-то пригодится. Сэйн, ну, тем лучше. Может до Фусет Амор тогда доберемся на стриме. Вообще, он где-то в реквестах болтается, так что... Может, когда-нибудь Фусет Амор тоже выпадет. С обновлением казино добавим его. Да, и про известного немецкого художника игра. Именно художника. Гомес, месь Фринстоуна и Алоизыча. Астрийский художник. Фига в ТА, какие познания. Так, а куда сейчас идти? Вообще, особняк довольно запутанный здесь. Давайте посмотрим, что тут есть. Нормально так врага поставили, спасибо. Скачал на свитч игру... Какое-то провокационное название. Третий день оторваться не могу. Мой мозг сожран полностью. Что за игра такая, Дейл? Про что она вообще? Что-то очень провокационное прям название. Вот так вот, Зорг? Может, это шутка художника была, не знаю. Решили такого сделать. Вообще, музон, кстати, прикольный. Игра хороша. Ты про какую, Сейн? Фусет Амор, которая? Так, уже водная локация, нифига себе. Прорываемся. Что-то там сосульки какие-то висят, опасно идти. Подобрали зелье рыбы, я так понимаю. Когда Гоми сныряет в воду, шкала оксигена появляется. Прикольно. Тихо. Да, примно, прикольно. Причем, без разницы, любое зелье, которое мы подбираем, так или иначе сказывается на нем. То есть, как будто за другого персонажа становится. Ай-яй-яй. Единственное, что неприятно, он когда урон получает, нельзя атаковать в этот момент. То есть, он должен проморгаться и еще избежать новые уроны. Только тогда можно будет атаковать. Неприятно сделали. Обычно в играх, когда персонаж получает урон, он может атаковать. Здесь приходится ждать. Так, ну тут вроде ничего такого не пропустил. Такие длинные локации. Че ты рыба? Какая-то жирнее оказалась. Напоследок, самое главное, дай бог здоровья. Аминь. Спасибо, Дима. Спасибо за благословение, святой отец. Спасибо. Пока нормально себя чувствую. Единственное, переживаю за асфальтоукладчик, который меня подвел. Ну ничего, вернемся, дожмем в следующий раз. Оставалось-то маленько совсем. Так, тут вроде ничего нету. А че у меня так мало оружия, кстати? Прикольная музыка на боссах играет. Суйка по-японски означает арбуз. Что-то типа тетриса с фруктами. Цель создать из других фруктов арбуз. В Японии игра имеет бешеную популярность. Ай. Вот, я получил урон, сразу не могу стрелять. А че он никак не может атаковать? Че за фигня? У меня кончилось оружие, я тупо не смог босса убить. Че-то второй босс, я второй раз умираю. Ну нифига себе. Какие-то боссы непонятные здесь. Ну просто тупо закончилось оружие. А вот этими огненными шарами он не мог выстрелить. А ты че, и все что ли? Он не может стрелять этими шарами. Вот здесь может. Потрясающе вообще. Интересно, сейчас восполнят. О, нифига, Мкол, даже в теме. Офигенная игра, у меня рекорд 3164 очков в ней. Дейл, у тебя какой рекорд в этой игре? Че за косяк вообще у меня? Из-за того, что ножи кончились, я не смог босса добить. Он то получает урон, то не получает. Сердце забаговалось одно, кстати. Сегодня какой-то день багов. Да откинься уже, наконец-то. Только начал, 1900 с чем-то, арбуз создать не удается. Амкол, ты собирал арбуз? Так, спасли нашего дворецкого, Александра Дюжева. Или Дмитрий Дюжев, как его правильно зовут, актеры. Аккуратно. Не, Антон, не багаюзер. Это скорее боссы-багаюзеры. Мне просто не дали убить их. Просто не дали использовать оружие под водой. Ладно, с горем пополам, пока жизни есть еще. Прорываемся дальше. Оружие восполняет только то, с которым Гомес умирает. Если у меня были выставлены горящие угли, у Гомеса забрали именно это оружие. В смысле, восполнили. А ножи остались невосполненными. Мне пришлось еще раз умереть. Вообще, непонятный момент. И когда я пришел к боссу, не было комнаты, чтобы я смог назад уйти. Я говорил, злую шутку может сыграть, если оружие не контролировать. Вот, пожалуйста, две жизни на боссе из-за того, что кончились ножи. Аккуратно. Здесь, кстати, доспехи не дамажат. А в версии на Мастер Систем, эти латы, помню, мечами били. Очень неприятно. Призрак по своим делам полетел. Да, арбуз собрал. Вот так финальный результат выглядит. Блин, жалко, не могу посмотреть. Гомес на хищника похож. Потому что подобрал зелье, которое позволяло под водой нормально передвигаться. Вообще, по идее, в какой-то момент голова должна пропасть. Не знаю, от чего это зависит. Блин, опять скоро кончатся ножи. Дайте пополнялку какую-нибудь. О, здесь портрет Гомеса, кстати, и Мартиши. Дальше Фестера отдельно прикрепили. Вообще прикольно, что стены меняются. Собои хотя бы разные наклеили. Не только одного цвета фон. Хотя вот здесь как раз одного получается. Надо будет вообще эту игру показать, почему бы и нет. Ни разу не играл на стриме, амкул. Но Дейл написал, я первый раз такое название услышал. За кого играем тут? С подключением, Гаррет. Блин, не помню, как детор переводится. Запасной путь или что-то типа того. Опять нифига оружия нет. Может, клюшкой для гольфа можно что-то сделать? Не, нифига. Обход, спасибо, Дима. Так, тут некоторые блоки пропадают. А, ну по-моему, можно по лицам смотреть, какие блоки исчезают. Объезд, спасибо, Гаррет, спасибо. Асселбек, здорово. Спасибо. Но пока что-то сегодня очень тяжело идется, если честно. Я уже из-за семейку Адамс не уверен, что сможем пройти. Так, ножи восполнить. Отлично, полную шкалу восполнили. Отлично. Что-то много врагов появилось на этой локации. Вообще, в коробку с игрушками залезли. Здесь, по-моему, пацана надо спасать. Все равно тебя грохнул, гад, за то, что ты меня скинул. Почему стримишь эту игру? В детстве был геймбой. А как это влияет? Был геймбой в детстве или нет, чтобы что-то постримить? Не вижу логики. У меня серьезный челлендж, пройти огромное количество игр. Будет и геймбой, и геймгир, и мастер систем, и много еще чего. В основном, упор на ретро сделан, но, может, когда-нибудь и до современных доберусь. Блин, там пополнялка как-то странно лежит. Как ее подобрать, интересно, в шипах? Дядя Ваня, привет. Давненько тебя не было видно. Какая рожа. Ты откуда выпрыгнул? Японии по ней, правда, с ума сходят. Спидраны всякие на Твиче играют вовсю. Дейл, а ты как познакомился с этой игрой? Откуда узнал про него? Какой кошмар. Фейк дядь Ваня зашел. Ой-ой-ой, надеюсь, эти блоки появятся обратно. Они же появятся. Здравствуй, Руслан. Блин, ну что сегодня за день? Подстав какой-то. Да, Мкол. Прям очень честная игра. Я не ожидал, конечно, что так упрется. Дядю Ваню Твич забанил. Ну, по крайней мере, сбылась его мечта. У игры про арбуз 2 миллиона продаж. Думаю, секрет прост. Отличная игра, которая стоит пару долларов. Удачи на СВич найти еще такую. Блин, ну и что, еще раз откидываться получается? Ой, как тяжело сегодня идется все. Что, последняя жизнь осталась? О, Гомезу вернули, кстати, его обычный вид. Что-то в костюме рыбы у меня не очень задалось. Да, там нечестный момент, что обе головы пропадают. Если бы хотя бы одна осталась, можно было перепрыгнуть. Кто бы мог подумать, что эта версия окажется даже сложнее, чем версия на Game Gear. Гад. Ладно, пока живем на последней жизни. Посмотрим, хоть и группа вспоминаем. Какой медведь выходит. Дядя Ваня, типа игра такая. Не, нифига. Дядя Ваня, это один из наших друзей. Который почему-то в последнее время очень хотел, чтобы его везде забанили. Единственный нормальный босс. Этот хотя бы сразу откинулся. Ретро Таун, здорово, Андрюх. Спасибо, отец. Возможно, мои блоки помогут тебе в приключении. Здесь, кстати, если локацию проходишь, ее прям конкретно закрывают. Все, в блок с игрушками меня не пускают. Посадили кинескоп? Да, есть такой момент. Потому что просто тролль нет, примно. Дядя Ваня нормальный мужик. Просто, может, где-то какой-то спор проиграл, я не знаю. О, вот эту дверь открыли, она закрыта была, кстати. Так, пополнялка. Ну, у меня, в принципе, только ножи. Так неудобно, когда оружие заканчивается, и не всегда есть под рукой, чем пополнить. Приходится находить места определенные. Гриша, привет. Спасибо. Но что-то сегодня очень туго все ведется. Двухнедельный перерыв все-таки дает о себе знать. Будет хорошо, если хоть что-то сегодня пройдем. Да, блин, сколько мышей, пропустите меня уже. Да какие наглые враги-то, господи. О, наконец-то залез. Вообще, кинескоп можно было посадить? По-моему, у некоторых ребят есть видео. Не помню, как канал называется. Они методом научного... Научного тыка проверяли, действительно ли приставка садит кинескоп. Так, здесь Фестер и Молния только дамажат, надо его постоянно отталкивать. Он еще жив, кстати. О, моя голова, Гомес. Бред про посадку кинескопа. Дейл, по-моему, все-таки были случаи. Тули похитил Мартишу и запер где-то внизу. Поторопись. Нужно спасти ее. Ой-ой-ой. Блин, призрак напугал. Лучше Гарета посадить. Диман, а что ты так на своего брата? Благомир, привет. Приветствую. Я тут в семейке Адамс внезапно страдаю. Столько глупых смертей только потому, что у меня кончилось оружие. Это так нелепо выглядит. Гомес, миллионер. Неужели не мог себе обеспечить нормальный запас оружия? Вот наивный пошел спасать семью с минимальным вооружением. Так, аккуратно. Мобы сложнее, чем боссы. Не везде, кстати, не всегда. Да мобы больше надоедливые здесь. Вот эти летучие мыши, они прям конкретно за тобой охотятся. У них какая-то самонаводка дикая. Так, зелье неуязвимости взяли, и я даже не могу понять, кто это. Чего напрягает, что здесь жизни не дают? Блин, пингвин напугал, сволочь. Аж сердечко замерло. Да, примно, примерно так. Кому-то приходится здесь надавать по щам, чтобы он нормально себя вести начал. Да мне кажется, это не только в JRPG, вообще в разных жанрах такое встречается. Так, аккуратненько. Пингвин-самоубийца, он просто куда-то спрыгнул там. Да, Амкол, хотя бы пулемет какой-нибудь обеспечит себе. Так, тихо, аккуратненько. Пополнялка, отлично. На Франкенштейна похож, да? Ну, походняк у него, конечно. О, вот это место. Тут, по-моему, блоки надо использовать. По кличке Гомес, всё правильно, Зорг. Батлмания? Нет, Гаррет. Батлманию мне никто не реквестил. Хотя надо пока покопаться, возможно, есть в реквестах. У меня столько уже этих реквестов, я путаться начинаю. Не знаю, когда с чем разбираться. О, нормально, за доджили пойдёт. Ух. Блин, сердце замирает, потому что шипы ваншотят. Как я сейчас перепрыгнул, пяточкой чуть не задел. Повезло, что жив до сих пор на самом деле. Да, Антон, похож на Франкенштейна сейчас. Возможно, кстати, это и есть Франкенштейн, потому что зелье было подписано буквой F. Вообще, в игре есть ещё зелье Дракулы. Но его нет смысла подбирать, оно ни на что не влияет. Тихо, 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 аккуратно. Там шипы страшные. Отлично. Блин, ну как напряжно. Я не знаю, почему я жив до сих пор. Некоторые шипы перепрыгиваю буквально за миллиметр до смерти. Но пока как-то суетимся. Оно должно быть японское, должен проверить твою силу. Да, вот эти стандартные пафосные диалоги. И только когда по щам настучишь злодею, он такой, ой, ты силён. Некоторые даже хотят в команду присоединиться. Знаю, знаю, эту тему проходили. Подобрал самое сильное оружие в игре, отлично. Можно ещё раз зелье подобрать. Так, ну в принципе чё, осталось к Мартише прорваться. Так, а где у нас Мартиша находится? Фестер сказал, что она где-то в подвале. Давайте попробуем вниз сходить. Нет, явно не здесь. Да блин, ну... Не может выстрелить, когда урон получает. Что ж такое? Полная восполняшка, отлично. Чувствую, где-то за углом уже показывает ухо версия на PC Engine. Версия на PC Engine? Ты про чё, благомер? Семейка Адамс на PC Engine выходила? Или ты сейчас про другую игру говоришь? Блин, какой особняк здоровый. Попробуй не запутаться во всех этих лестницах. Ну, вроде что-то намечается. Куда-то идём. Да, мыши, отстаньте от меня. Выпиваешь, начинаешь фармить без остановки. Оценено, Димана, оценено. Тихо. Чё-то какая-то страшная комната. На камеру пыток похоже. Откуда у Гомеза такие комнаты взялись вообще? Это точно его особняк? Блин, страшные прыжки. Что за... Айвона Бизы Гомез начались? А! Демиург, здравствуйте. У нас тут чёрно-белая версия Адамс Фэмили. Внезапно игра вначале... Дала прикурить так знатно. Ну, посмотрим, получится. Нет на последней жизни суетнуться. Вот всё-таки есть такой... Правда, есть что-то мистическое. Когда последняя жизнь остаётся, как-то более... Более внимательно играть начинаешь. Блок пацана помог. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, реально страшно вот эти места все проходить. Тихо. А потом... Ой, я умираю. Спасибо, друг. Я был счастлив знать тебя. Да, грустная музыка на фоне играет в этот момент. Такое развитие событий тоже... Не чуждо, Джи РПГ. Да чё далеко за примером ходить? В той же финалке были подобные моменты. Да, блин, не то. Мой дорогой, Гомес. Я была близка к тому, чтобы получить урон. Гугл-переводчик. Ты мой герой. Блин, всё-таки на последней жизни получилось. Но начало, конечно, было. Дом Гомеза в семейной ценности спасены. Спасибо Гомезу за его героизм. Семейка снова победила. Их пытались отравить. Разорвать, нанести урон. Причинить боль. Но они возвращались снова и снова. И всё ради чего? Потому что им это нравится. Хе-хе-хе. О, какая-то странная версия, конечно, по меркам геймбоя. Но, тем не менее, официальная игра. Такая семейка Адамс выходила на геймбое. Господи, выстрадали всё-таки эту победу. Можно было, кстати, за сосулькой не идти. Это самое сильное оружие, но хотя бы так, ладно. Зато показал доп-контент. Любовь Мартиши и Гомеза идеальна. Я был очень близок, чтобы получить повреждения. Очень спасибо, ты. Хе-хе. Да, есть такое. Ну, короче, вот такая версия, ребят, ничего не знаю. На геймгире, если честно, больше понравилось. Всё-таки собирать миллион по всему особняку, по окрестностям, поприкольнее, чем просто скитаться по однообразным локациям и спасать всех своих жильцов. Всю свою семью, прислугу. Ну, тем не менее, вот такая версия была на геймбое. Немножко напряжено, но всё-таки на последней жизни одолели. Чему я, конечно, рад. Продолжение следует...